Т-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1 Самый богатый человек на Земле, основатель Амазон Джефф Безос, слетал сегодня в космос на собственной ракете New Shepard Компанию-миллиардеру составили его брат Марк, 82-летняя летчица и 18-летний студент Причем последние стали самым молодым и самым пожилым человеком в космосе Интересно, что на корабле больше никого не было, никаких пилотов New Shepard управлялся в автоматическом режиме После взлета корабль разогнался и выбросил капсулу с людьми выше линии Кармана Линии Кармана называется международно признанная граница космоса, выше 100 километров После этого Безос и компания провели около 4 минут в невесомости Полет прошел успешно Многоразовая разгонная ступень села первой недалеко от старта А капсула с пассажирами опустилась на парашюте Джефф Безос считает, что стал первым миллиардером в космосе Хотя 9 дней назад там уже побывал Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin По мнению Безоса, Брэнсона нельзя назвать космонавтом Так как взлетел он только на 90 километров А следовательно не преодолел линию Кармана Честно говоря, ракета Безоса действительно похожа на космическую А аппарат Брэнсона это скорее высотный самолет с ракетным двигателем Но по большому счету какая разница? Ведь оба миллиардера преследуют одну цель Развитие космического туризма И это классно Тут главное, чтобы полеты в космос продолжались и становились все чаще и чаще Просто в этот день, ровно 52 года назад, люди впервые слетали на Луну И я уверен, все тогда думали, что скоро там появятся колонии И полеты на Луну станут чем-то обыденным Но это так и осталось единственным визитом человека на Луну Так что чем больше соревнуются миллиардеры Тем быстрее полеты в космос станут доступны обычным людям Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...